В Санкт-Петербурге немало мест, которые окутаны старыми легендами и загадками. Одна из самых таинственных городских историй связана с Михайловским замком. Он был построен по приказу Павла I, но император прожил в этом замке всего 40 дней. Самодержца убили в его же спальне собственные сподвижники. В течение всей своей жизни Павел боялся покушений. И именно поэтому отказался жить в официальной резиденции российских монархов, Зимнем дворце. И приказал построить собственный, безопасный дворец, окруженный глубокими рвами. Однако это не помогло. Согласно преданиям, император предчувствовал свою судьбу и в последний вечер, выходя из-за стола после ужина, прошептал. Чему быть, того не миновать. После смерти Павла замок был заброшен. Члены императорской семьи не пожелали жить в нем. Их начали пугать появившиеся в анфиладах и коридорах призраки. Позже эзотерики подтвердили их наличие, не даже назвали точное количество духов. 17. До сегодняшнего дня призраки обитают там. И вместе с некой загадочной силой всячески мешают исследователям проникнуть в тайны этого грандиозного сооружения. На Руси царские дворцы всегда было принято называть либо по имени владельца, либо по топонимическому принципу. Михайловский же замок был назван по имени архистратига Михаила. Возможно, столь неожиданное название объяснялось тем, что Павел вступил на престол как раз накануне дня этого архангела, которого он считал к тому же небесным покровителем своей семьи. Но есть еще одна версия. Однажды солдату, стоявшему в карауле при летнем дворце, явился в сияние юноша и сказал оторопевшему часовому, что он, архангел Михаил, приказывает ему идти к императору и доложить, чтобы на месте этого старого летнего дворца был построен храм во имя главы святого воинства ангелов и архангелов. Солдат донес о бывшем ему видении начальству. И когда об этом доложили императору, он ответил. Мне уже известно желание архистратига Михаила. Воля его будет исполнена. Вслед за этим он распорядился о постройке нового дворца, при котором должна была быть сооружена и церковь во имя главы небесного воинства. А сам дворец было приказано называть Михайловским замком. Похоже, что Павел давно знал, где нужно строить замок. И только искал случая, чтобы оправдать поспешное строительство. И якобы исполняя эту волю, и появился новый дворец, дворцовый храм, которого был посвящен архангелу Михаилу. А сам же дворец стал именоваться дворцом святого Михаила или Михаилским. Возведению новых императорских хором предшествовала драматическая и странная история. Летнюю резиденцию царицы Елизаветы Петровны, где 20 сентября 1754 года родился будущий наследник престола Павел I, полностью сносят. И точно на этом же месте закладывают Михайловский замок. Строительство император доверяет своему давнему другу, знаменитому русскому зодчему Василию Баженову. Но неожиданно, без видимых причин, отстраняет его от работы. По свидетельству архитектора Карла Россия, Баженов наотрез отказался строить под замком глубокие подземелья, на его взгляд, совершенно ненужные. Но Павел настаивал, не объясняя причины своих требований. Все условия самодержца были приняты итальянским зодчим Венченце Бренна. Он сумел угодить Павлу, соединив все 13 предыдущих проектов в один. Император так торопился начать строительство, что ради торжественной церемонии закладки дворца на один день отложил траурное мероприятие в память о своих родителях. Екатерине II и Петре III. Современники недоумевали. К чему такая спешка? На стройплощадке при свете факелов круглые сутки работали 6 тысяч человек. При этом все градостроительные проекты в Петербурге были заморожены. А материалы с них, то есть камень, кирпич и леса, свозились к Михайловскому замку. Власти приостановили даже возведение Исаакиевского собора, со стройплощадки которого забрали почти весь облицовочный мрамор. Вообще Михайловский замок был самой дорогой постройкой в России конца 18 века. На его строительство, отделку, украшение было затрачено свыше 6 миллионов рублей. По тем временам совершенно гигантская цифра. Вот это говорит о том значении, которое Павел предал возведение этого здания. Более всего очевидцев изумлял цвет фасада Михайловского замка. По легенде, желто-оранжевый колер, в который были окрашены дворцовые стены, был выбран не случайно. На одном из балов, Фрейлина, будущая фаворитка императора Анна Гагарина Лопухина, обронила перчатку точно такого оттенка. Павел заметил пропажу под ногами танцующих, как галантный кавалер поднял ее с паркета, но неожиданно передумал отдавать Лопухиной. Вместо этого император подозвал слугу и приказал срочно передать эту перчатку архитектору, как образец цветового решения фасада. По другой версии, это цвет Мальтийского ордена. А Павел I был великим магистром этой тайной религиозной организации. Не случайно именно тогда на гербе Российской империи появилось изображение Мальтийского креста. Освящение Михайловского замка и церкви при нем состоялось 8 ноября 1800 года, как раз в святой день архангела Михаила. Дворец отличался великолепием. Он напоминал палаццо эпохи Возрождения. Внутри же еще не все помещения были готовы. Стены не просохли. В углах некоторых комнат еще не растаял лед. Весь ноябрь, декабрь и январь пытались закончить внутреннее убранство и изгнать из помещений чудовищную сырость. Ни того, ни другого не успели. Нетерпеливый и настойчивый в этом нетерпении Павел вместе со своим многочисленным семейством 1 февраля 1801 года въехал в новую резиденцию. Но уже в марте приближенные доносят Павлу Первому о дворцовом заговоре. Предостерегают своего великого магистра и братья-рыцаря Мальтийского ордена. Их интересует, надежно ли спрятаны некие таинственные сокровища. Император почти не покидает замок. Он живет там, как в осажденной крепости. Привязанность Павла Первого к Михайловскому замку некоторые современники императора, а также историки и эзотерики нашего времени объясняют скорее притягательной энергетикой места, а не стремлением к личной безопасности. В замке усиливались природные мистические наклонности Павла. Существует множество свидетельств, что незадолго до гибели император предчувствовал свою смерть. У него была кормилица, чухонка. И именно выяснилось, что эта кормилица была именно из потомственных чухонских колдуньей, колдунов и так далее. Понятно, что она проводила много времени с маленьким ребенком. И понятно, когда кормилица, значит, это и разговоры какие-то, и песни, и рассказы, и сказки. Император Павел с детства верил в приметы, предзнаменования и магию чисел. Своим сакральным числом он считал четверку и цифры, кратные ей. Возможно, потому что родился 20 сентября 1754 года. Но он не мог знать, что будет царствовать 4 года, 4 месяца и 4 дня. А в Михайловском замке проживет 40 дней. Однако случилось именно так. Вечером 11 марта 1801 года, по старому стилю, Павел ужинал в семейном кругу. Неожиданно он встал из-за стола и ушел. А вместо прощания произнес уже ставшую легендарной фразу. Чему быть, того не миновать. Но по пути в спальню вдруг прошептал еще. На тот свет идти, не котом кишить. Практически все документы, способные пролить свет на подробности покушения на Павла, уничтожил император Николай I. Чтобы скрыть участие в заговоре членов царской семьи. Известно лишь, что в ночь на 12 марта заговорщики во главе с последним фаворитом Екатерины II Платоном Зубовым ворвались в Михайловский замок. Павла задушили офицерским шарфом. В юности, беседуя с камер фрейлиной Протасовой о счастливом детстве, проведенном в Летнем дворце, Павел произнес. На том месте, где родился, хочу и умереть. Что самое удивительное, если вот наложить планы Михайловского замка на планы дворца Елизаветы Петровны, то оказывается, что то место, где Павел появился на Божий свет, действительно совершенно практически совпадает с тем местом, где он закончил свой жизненный путь. Совершенно такое удивительное, почти что мистическое совпадение. Многие отмечают, что в Михайловском замке у людей открываются феноменальные способности. Они могут видеть призраков, читать мысли и предвидеть будущее. Их посещают мистические озарения и странные видения. Исследователи высказывают разные предположения, откуда берется энергия, влияющая на человека в местах силы, к которым, безусловно, относится Михайловский замок. Не исключено, что здесь ее источником является некий таинственный ларец, спрятанный лично Павлом в одной из потайных комнат дворца. Но что это за сокровище, которому с таким трепетом, судя по записям литописцев, относился император? В начале XII века, во время первого крестового похода, рыцари Мальтийского ордена захватили странный трофей. Они назвали его «Ларец из вечного железа». Тому, кто владел им, открывались прошлое и будущее. С тех пор местонахождение ларца было известно только хранителю тайн и великому магистру ордена. Когда Мальту захватили войска Наполеона, реликвии, некоторые открыто, а некоторые в строжайшей тайне, рыцарь ордена вывезли в Петербург. Здесь ларец из вечного железа мог тайно хранить только лично великий магистр. Им был российский император Павел I. Вполне возможно, что этот мистический ларец и является тем самым источником энергии, которая распространяется по замку и не дает покоя его обитателям. Но никто не знает, где император мог спрятать святыню. Мне кажется, все, что происходит в замке, это результат энергии, берущейся откуда-то отсюда. Я чувствую, что эта вибрация, эта энергия может быть что-то похожее на радиоволны. Иногда это с плюсом энергии, иногда с минусом, но что это нам пока неизвестно. Слишком мало мы еще знаем о Земле, о космосе, да и вообще о возможностях человека. В летнем дворце Анны Иоанновны, снесенном под строительство Михайловского замка, была подземная галерея. Это утверждали ее современники. О катакомбах же в Михайловском писал в своих мемуарах один из самых близких к Павлу Первому людей, генерал Николай Саблуков. В середине 19 века среди юнкеров инженерного училища было немало любителей разыскивать подземный ход. По их воспоминаниям, он существовал, но был засыпан при устройстве церкви. Куда он вел, мне известно. Ведь сразу же после смерти Павла, итальянский зодчий, автор замка Винченцо Бренна, уничтожил все чертежи подземелий и навсегда уехал из России. Если дворец для Павла строился как убежище на случай государственного переворота, в нем должны были быть потайные ходы, по которым можно было бы скрыться от заговорщиков. Если Павел не хотел скрываться, то тогда для чего в строжайшей тайне проектировались катакомбы? И вообще, зачем строился Михайловский замок? Страна в тот момент находилась в сложном финансовом положении. Павел всеми силами пытался сократить государственные расходы. Даже дал указание переплавить в монеты серебряные сервизы из царских дворцов. Но на Михайловский замок тратил миллионы. Значит, все это создавалось исключительно ради таинственного ларца из вечного железа. Но его тайну Павел унес вместе с собой в могилу. В стихах, написанных после смерти императора одним из мальтийских рыцарей, была строка. Он много знал, но не поднял тревоги. Замок полон таинственных знаков судьбы императора Павла. И один из мистических знаков – это образ, помещенный по приказу Павла за алтарем в дворцовой церкви Архангела Михаила. По традиции, за алтарный образ изображает святого, в честь которого освящен храм. Но здесь же мы видим известный евангельский сюжет – моление о чаше. Самая таинственная страница в жизни Павла связана с мальтийским орденом. Во время крестовых походов, когда остальные рыцари гнались за золотом и драгоценностями, мальтийцы, или как они тогда назывались, госпитальеры, старались постичь тайны восточных мудрецов. Не мечи и кинжалы, а великие знания стали их оружием. Еще ребенком Павел увлекся историей ордена, а став императором, взял орден под свое покровительство и возглавил его. Павел был дважды женатый человек, у него были дети, а мальтийские рыцари давали обет безбрача, они были католики. Павел не мог быть главой мальтийского ордена, но он им стал, я бы сказала, для самого себя. Это был вот именно его собственный такой необычный жест. Но потом как-то так его приняли, но он ведь основал здесь православное априорство католического ордена. Но опять-таки, имея власть и силу, он сделал так, как он хотел. Возвратившись из путешествия по Европе, Павел изменился. Он часто запирался в своем кабинете, читал старинные рукописи, копировал рисунки из них, втайне от приближенных принимал странных, явно прибывших издалека монахов. Во время заграничной поездки каждый шаг будущего императора строго фиксировался дежурным адъютантом в камерфурьерском журнале. И ничего необычного там отмечено не было. Но что-то же произошло. Много лет назад, работая в архивах в Париже, я наткнулся на очень интересные материалы. Ну, то, что наш император Павел I совершал путешествия инкогнито по европейским странам, это общеизвестно. Но, оказывается, он все-таки побывал и на Мальте. Там состоялась встреча, когда Павел после этого стал рыцарем Мальтийского ордена. Его посвятили в святая святых, то есть вначале он вошел как бы в девятку правителей этого ордена. Они называли себя ионитами. Ну, мальтийские рыцари, это, в общем-то, одно и то же. На Мальте хранитель тайн ордена открыл Павлу будущее России и его собственную судьбу. «Ты узнаешь, когда наступит твой последний час, но не сможешь ничего предотвратить», сказал ему хранитель. Там же, на Мальте, хранитель тайн просил российского самодержца спрятать ларец из вечного железа, если для ордена настанут трудные времена. Такой час наступил, когда войска императора Наполеона захватили Мальту. Возможно, Павел уже знает, что жить ему осталось недолго. Он спешит закончить постройку замка, чтобы надежно спрятать в нем священный ларец. Однако ему неизвестно, доживет ли он до освобождения Мальты, успеет ли вернуть ларец. А если нет, то как мальтийские рыцари найдут потом свое сокровище? Павел решает указать им местонахождение реликвии, повторив в облике замка форму заветного ларца. По преданию строительства этого замка он именно заказал архитектора, чтобы замок должен быть вот как этот ларец. Но раз как этот ларец, значит, как тот самый сокровенный замок рыцарей, которые участвовали в первом крестовом походе. Герб с мальтийским крестом на парадной лестнице означал, что Михайловский замок не только резиденция дома Романовых, но место пребывания великого магистра ордена, который обязан строго хранить доверенную ему тайну. Известно, что заказав описание замка немецкому писателю Августу Коцебу, Павел не дал ему никаких объяснений по поводу интерьера. Не ответил ни на один вопрос. Не разъяснил ни одной аллегорической картины или скульптуры в убранстве замка. Павел строго хранил тайну ларца. Правда, существует легенда, что он все-таки оставил письмо императору, который будет править Россией в 1901 году и предупредил о трагедии, грозящей стране и царской семье. Говорят, что Николай II прочел письмо, но, как и Павел, сделать ничего не смог. Не смогли обнаружить таинственный ларец и многочисленные искатели этой религиозной святыни. Поиски не прекращаются и по сей день. Что касается современных поисков, не знаю, может быть, кому-то повезет, но говорят знающие люди, хранители древних тайн, что еще время не настало вскрыть, что этот ларец сам объявится. Когда его надо откопать? Так это или нет, я не могу сказать. После смерти Павла с Михайловского замка сняли почти все украшения. Мрачный полуопустошенный дворец, овеянный дурной славой, простоял без хозяев 18 лет. Затем случилось так, что после долгих раздумий царская семья приняла решение разместить здесь главное инженерное училище. Отсюда новое название замка – инженерный. Однажды команда солдат гарнизона северной столицы, перевозящая военное имущество, застегнутая ливнем, была вынуждена заночевать в еще пустующем дворце. Старший унтерофицер позволил подчиненным осмотреть бывшие царские покои. Буквально через полчаса один из солдат с перекошенным от страха лицом, лихорадочно крестясь, доложил о виденном им призраке со свечой в руке. Через некоторое время в замке сосредоточили имущество училища, выставили для охраны караул. И вот как-то ночью руководящий ефрейтер Некта Лямин, производя смену часовых, свернул самокрутку и закурил прямо у входа. Повернув голову в сторону, он обратил внимание на падающий на газон свет, исходящий из окна третьего этажа. Ефрейтер отошел подальше и вгляделся в окно. Горела свеча. Причем она не стояла на подоконнике, а трепетала и парила в воздухе. Свечу держала незримая рука. Рука призрака Павла Первого. Поговаривают, что и в наши времена метущаяся душа убиенного императора иногда посещает свой замок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова